Собачий конкурс красоты. Все выходные в Шуе проходит масштабная выставка. Представлены десятки пород. От самых маленьких домашних собачек до больших служебных псов. Всероссийская выставка служебного клуба Ивановского и региональная выставка Шуйского клуба, городского Шуйского клуба служебного самоководства. На одной площадке две выставки параллельно друг к другу. Около двухсот участников и на той, и на другой. Участники приехали из Москвы, Иваново, Ивановской области, Ярослава, Владимир, Кострома, Нижний Новгород. Есть и редкие породы. Елена представляет на конкурсе Норвич-терьера Тарантеллу. Таких во всей стране единицы. Для России это пока довольно редкая порода, хотя этой породе уже почти сто лет. Ну и вот она пока единственный представитель на этой выставке. Очень надеюсь, что поголовье в Иванове увеличится благодаря нам. Собака охотничья, но сейчас очень популярна в качестве домашнего любимца. Собака залипательная, ласковая, очень хорошо контактирует с детьми, ну и со всеми членами семьи. Собаку Елены немало, да и опыт участия солидный. Подготовить четвероногого к конкурсу, рассказывает участница, тяжело. Это каторжный труд, это сравнимо с работой спортсмена. Это работа владельца, это работа хендлера, это работа заводчика, ну и, конечно, собаки. Оценить такое количество участников сразу судьям просто нереально, поэтому хвостатых конкурсантов распределяют по группам. В каждой представители разных пород. Казалось бы, как можно сравнивать абсолютно различных по типажу собак. А вот можно. В этом конкурсе красоты совершенство понятие не абстрактное, а вполне конкретное. Чем ближе собака к стандарту, тем больше у нее шансов на благосклонность судей. Стандарты разрабатывает страна, в которой эта порода появилась. И эти стандарты обязательны для всех членов ФЦИ Международной кинологической организации. Первое, с чего начинается оценка – внешний вид. Проверяют состояние зубов, шерсти, физиологические особенности конкурсантов. Попутно фиксируют реакцию собаки на прикосновение, ее поведение. Пугливые и недружелюбные животные победителями никогда не станут. Ну и, конечно, пару собаку и хендлера оценивают вкупе. Как человек управляет псом по ходу движения. И главное, как хвостатый напарник воспринимает и выполняет команды. Есть даже специальный конкурс для детей-хендлеров. Оценивают ребят совсем как взрослых. В этом конкурсе самое главное – показать свои навыки, как ребенок умеет общаться с собакой и как он умеет выставлять ее на выставках. В этом важно поведение собаки, ее послушание. И как маленький хендлер умеет ей управлять в ринге. Ну и, соответственно, сам облик хендлера должен соответствовать. На выставке человек и собака – одна команда. Конечно, в центре внимания четвероногий. Но его наставник волнуется не меньше. А собаки, как рассказывают заводчики со стажем, настолько втягиваются в выставочную жизнь, что радуются, когда побеждают и обижаются, проигрывая. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново, Шуйский район.